Всем здравствуйте! С вами Тоня и добро пожаловать на мой канал! А это видео я посвящаю размножению аллоказии поли клубнями. Я хочу рассказать в этом видео, как я проращивала эти клубни, как ухаживала за ними, чтобы они успешно дали свои первые листики. Поэтому досматривайте видео до конца, поддержите мой канал лайками, пишите свои комментарии, я буду очень рада с вами пообщаться. Возможно, вы мне напишите нужные и дельные советы. Я всегда рада конструктивным советам, критике конструктивной. И хочу вот показать, продемонстрировать аллоказию. Это материнское растение в этом году. Примерно в августе ей будет год, как она у меня живет. Вот такой малышка. Я приобрела ее в цветочном в прошлом году. Живет она у меня на восточном подоконнике. Посмотрите, у нее 6 листьев. Она их не так активно отсушивает. Мне, кстати, одна женщина, цветовод, дала совет. Не знаю, от этого ли она не отсушивает листья, но я стараюсь его придерживаться. Такой совет, что определить постоянное место содержания для аллоказии поли и не переставлять ее, чтобы она не испытывала стресс. Также не заливать это растение, чтобы грунт был рыхлый, оберегать от прямых солнечных лучей. И тогда аллоказия не будет так часто сбрасывать свои нижние листья. Потому что у аллоказии поли есть такая тенденция. И если неправильно ухаживать, то вплоть до двух листиков остается и оголяется ствол. Не знаю, то ли я следую этому совету, то ли аллоказии моей у меня нравится. Но тем не менее, вы можете видеть, она пышная. И вот такие у нее крупные, большие листья. Вот, кстати, недавно, буквально позавчера она открыла лист новый, раскрыла, развернула. Но у нас стоит сейчас очень сильная жара. Поэтому, видимо, листику не хватает сил активно расти. Итак, я сейчас покажу, как я сажала клубни. Клубни я получала во время пересадки. У меня есть отдельное видео. Вы можете посмотреть, как я отделила эти клубни. Как я переживала, будут ли они расти у меня. На успех я не рассчитывала. Это был первый мой опыт проращивания клубней аллоказии. Но хочу забежать вперед. Опыт удался. Все хорошо. Результат я обязательно вам продемонстрирую и покажу, и расскажу, как и что я делала. Оставайтесь со мной и понаблюдайте за этим увлекательным процессом. Итак, при пересадке я получила три вот таких маленьких клубня. Мне их нужно было положить в мох для проращивания. Для этого я использовала вот такой контейнер, в котором у меня живет и растет живой мох с фагнумом под фитолампой. Я аккуратно уложила и обернула каждый клубень живым мхом. Примерно через неделю я увидела, что крайний клубень проснулся, и у него наметился росток. Два других клубня пока оставались без движения. И даже корешков я у них не наблюдала. Но я продолжала ухаживать, подсвечивала по 12 часов и увлажняла мох чистой водой. Итак, сегодня 1 июля, и неделю назад мои малышки были пересажены вот в такие отдельные прозрачные емкости, в составленный мной субстрат. Они также продолжают стоять под подсветкой. Причиной послужило то, что их корни стали активно внедряться в мох и могли со временем сильно запутаться и при пересадке травмироваться. Здесь я смешала кокосовый субстрат, мелкий питательный грунт, и порезала кокосовые чипсы. И вот посмотрите, держу под лампой, вон видно корешок, видите, приближу. Но это все, все корешки аллаказия начала давать именно во мхе. После пересадки я вот заметила, буквально на днях, вот, позеленел вот этот кончик. Значит, укореняется растение. Специально в прозрачные стаканы. А вот здесь третий, чистый мох. Тут, наверное, его плохо будет, видно малыша. Вот он. Вот, вон он. Вон, видите, я аккуратно так его присыпала мхом, проложила все аккуратно и поставила под лампу. Но пока еще рано говорить о нем что-то. Вот я, кстати, сейчас воспользуюсь моментом, я проветрую тетличку. Он самый маленький клубень был, самый слабый. Ну, уже пора привыкать к взрослой жизни. Итак, я перешла на северный подоконник. Детки аллаказий неделю уже живут самостоятельно без подсветки фитолампой на этом северном подоконнике. Здесь достаточно светло, не жарко. Здесь открывается форточка, но нет кондиционера. Сегодня 21 июля, когда я снимаю видео. И хочу показать результаты. Вот аллаказия номер 1, которая самая первая порадовала меня своим листиком. Где-то через дней 10 листом меня порадовала вот эта аллаказия номер 2. И вы можете видеть, что она догнала аллаказию номер 1. И обратите внимание, что рисунка на листьях, как у взрослой аллаказии, пока нет. Буду ждать второй лист. Надеюсь, рисунок проявится. А вот самая слабенькая аллаказия номер 3, которая переехала из мха в баночке в закрытой банке с мхом живым. Для поддержания влажности я вот так ставлю ее в такой зип-пакет. Не закрываю, а просто вот так она у меня стоит в этом мхе. Чтобы он не пересыхал. И создавалась оптимальная влажность. Вот хочу посмотреть, как она будет в нем расти. В грунт я ее пока не пересаживаю. Итак, я хочу резюмировать, подвести итоги видео. И отметить, что грунт нужно поддерживать умеренно влажным. Не допускать его полной просушки. Ну и не переувлажнять. Либо держать молодые растения под фитолампой, чтобы был достаточный свет для нее. Либо поставить на светлое место без прямых солнечных лучей. Сейчас восточные и западные подоконники в середине лета не подойдут для этого растения. Так как нежные листики могут пострадать от лучей солнца. Они могут получить ожоги. Я ничем не подкармливаю аллоказию. Эти детки аллоказии ничем не подкармливаю. Не стимулирую. Они развиваются просто в своем грунте. Свет и вода. И все. Первую подкормку планирую провести, когда аллоказия выпустит второй лист. В дальнейшем я буду показывать еще в своих обзорах малышей этих. Как они будут расти, развиваться. Пока все идет прекрасно. А я благодарю вас за внимание. Спасибо, что вы остаетесь со мной. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok